друзья всем привет перед тем как вы приступите к просмотру этого видео очень коротко хотел бы рассказать для чего это зачем это нужно какая причина создания этих видеороликов я считаю что наше танцевальное комьюнити наше сообщество украинское не настолько активно насколько хотелось бы поэтому с целью самообразование с целью повышения осознанности мы пробуем общаться с хорошими людьми и смотреть что из этого получается надеюсь хотя бы один вопрос хотя бы одна секунда или кадр этого видео заставит вас задуматься задать себе какие-то вопросы и найти на них ответы сама сама видеоработа само оформление не настолько качественно насколько хотелось бы этого но если будут в этом заинтересованные люди я думаю мы найдем возможности сделать этот продукт качественнее поэтому у меня будет вам одна просьба маленькая просьба пожалуйста если вам интересен этот формат если вам интересно слушать таких людей дайте какой-то фидбэк напишите пожалуйста в комментариях либо же найдите меня лично в коридоре танцевального центра либо же напишите мне личное сообщение в телеграм куда угодно я очень хочу чтобы мы вместе танцевальным сообществом не забывали для чего оно нужно для общения общайтесь друг другом передавайте свои знания помогайте другим людям и приятного просмотра ооо слышу плавленый сыр танцы это классно танцы это супер я люблю танцы только все матюки вы запихуете балет к артисту навыки навыки склейка максим привет привет саши ребятшки всем здравствуйте всем привет максим ковтун саша путила саша андриенко саша рыжова непринужденная атмосфера действуем мы с вами таким образом просто общаемся с хорошими людьми которые связаны с танцем человек который очень давно знаю которого я искренне люблю и рад видеть сегодня максим здравствуй здравствуй сажата взаимно классно за за дуть а начнем знаешь с чего кем лично ты себя в данный момент жизни чувствуешь вот как ты можешь сейчас себя представить максим ковтун я тот-то-то-то человек в плане работы танцевальной жизни педагог хореограф наверно первая со педагога ну в связи с последними работами могу считать себя хореографом и ввиду с последними последние восемь лет жизни как я провел могу считать себя педагог мы привыкли пожалуйста максим ну может многие же не знают как чё ты начал танцевать из-за чего вообще ооо наверное джаба вокис степ-ап да очень вообще в школе я в девято нет я в десятом классе был и по-любому ну вся культурная жизнь школы кипела зимний бал там мистер и миссис школа вот это всякие да 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 участвовал в десятом и в одиннадцатом в одиннадцатом я был мистер школа а в десятом я был пятое наверное место но там я был как молодой киркор у меня были длинные черные волосы я покрасил они дали там чуть химическими чуть-чуть чуть-чуть реакции у меня были зеленые волосы ну короче но с меня там гнали без так вот и вот эта вся культурная водительность в школе не было тогда так распространенных типа танцевальных школ этого всего дела и тогда степ-ап вышел первый с отчаянин татумом и все копировали понятное дело шуму в школе прям копировали учили эти связочки были люди которые прям этим всем делом все занимались которым было с видео прям легче учить это вадим кстати кульда с которым мы вот и начали у нас танцевальный путь и потом уже когда вышла вторая часть это я был в одиннадцатом классе и джаба вокис этот вырезанная сцена со второй части степа потом я не в красных до костюмах и в панамах я до сих пор я не туда месяц тому назад включил себе я прям сколько тебе было лет 16 давай давай так как данный момент жизни сейчас ты видишь танцевальную украину что тебе нравится что тебе не нравится во всех ее проявления все равно я сколько я бы в них не говорил то что мне что-то не нравится такого бы на самом деле много но это это локальные уже моменты когда что-то вижу думал о господь милостивый это это предвзятое мое отношение к людям которые проходят определенный период времени но ты не видишь я не вижу я не вижу в них попытки сделать что-то новое или перешагнуть себя или уйти в другую дорогу сколько я такого не говорил что это прям но я на самом деле всегда буду рад каждому человеку который занимается танцами они занимаются какой-то хернёй в подворотне это не бухает и не за ним и не навязывают кота другого кто херню танцы это классно танцы это супер я любит танцы и меток мамы насчет прям уровня жестко я это к чему я только что сказал то что я все равно каждого буду уважать тут и занимается танцами любого пупсика и взрослого и супер взрослого насчет танцевального уровня украине мне кажется что это может быть так прямо сейчас я сильно конечно прям ляпнуть скандал интригер исследования мне кажется что вот два года назад 32 года назад танцевальный уровень был сильнее на две головы это в коммерческой деятельности проявлялась те люди которые с которыми мы с тобой работали которых мы знаем и когда мы часто вы стали хореографами хореографами мы мне кажется но я за себя говорю я не знаю как у тебя но мне кажется сейчас сложнее объяснять что-то людям показывать и ждать какой-то четкости ждать профессионализма ждать спокойствие и и довер потому что я вспомню то поколение когда то мы занимались в этом всем когда мы танцевали мне кажется тогда было намного круче тогда ты не беспокоился за за боковых людей ты понимал не знаю мне кажется ну полю я и и обязан то сказать влияние запада я обязан то сказать влияние запада люди хотят танцевать люди хотят снимать больше видео они не понимают что их от мне кажется что их быт который вот обычный вот танцевальный быт бит обычно танцевальный быт заняться в зале потренить что-то там прийти на студию дать хоряшку снять хоряшку все они не понимают что на самом деле рост дальше это пройти я не знаю кто-то в балет поработать на сцене набраться опыта после этого ты можешь стать спокойно хореографом потому что зависит от того как ты впитываешь опыт как ты слушаешь других людей как ты у них учишься после хореографа можешь стать понятное дело уже режиссером и так далее а люди вот вот они сами себя мне кажется просто уже 100 при другом а хочу все штаны вот такие блин классные идеи реглан зайти в зал классно снять видео и после этого все блиц вопрос блин ассистент прошу разблокируйте мне телефон всем показалось что это рыпнула стула но но только что так нула чуть-чуть игровую ирина поехали что важнее техника или характер эмоции характер эмоций характер эмоций важнее потому что лучше вначале все прожить потом уже будет знать как со танцевать как поставить качественную и качевую харягу должен тебе нравится трек если это просто вот харяга для зала то нужно просто найти музыку которая вообще тебя качает а там дальше пидор уже как перестать бояться опозориться перед остальной группой и танцевать не стыдясь это плане как танцор на занятии на сколько раз уже повторять не каждый смотрит на себя в зеркале на себя все люди приходят заниматься чтобы смотреть на себя кто на вас там будет смотреть на друга кто на друг друга смотрит и к тому же и к этому же вопросу такая добавочка как избавиться от боязни публики во время мастер-классов занятий или выступлений а выступление на сцене если нравится танцы то ты кайфуешь почему тебе вообще стесняться или кого-то вообще бояться тебе нравится танцы занимайся это шо спорт тоже спорт это шо спорт занимайтесь господи чё бояться все в игре я никогда не боялся дядь наваживайся 5 на такую профессию на скільки высотки вы были впевнены в собе как пойти на такую вообще профессию как как вы наваживались 5 сама такой профессии нет ты просто идешь заниматься танцами все идешь заниматься танцами все а там ты не идешь по определенным кота пути ну тебе просто все подходит ты идешь 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 она такой говорит о а давай ты будешь преподавать давай потом идешь идешь и лежит давай ты потанцуешь те-то давай идешь и даже давай ты поставишь что-то а давай слышу можешь сказать тем людям которые ставить будут а дальше идешь и потом и просто говоришь людям что им нужно делать это высшая норма это 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 прям вверх пирамиды директор директор галактики насколько важен нетворкинг в танце шо это такое то наверно на меня это не влияло никогда честно вам скажу не вот только сейчас я начал уже выставлять потому что меня просят это делать а мои боссы чтобы это было чтобы эта реклама но я к этому всему что приходит я пришел я единственное что делал это выставлял видео с моего перепостил еще когда был в контакте сейчас в инстаграме у меня есть 22 видео ролика все два видеоролика который мне сказать просто выпустить ну это я собираюсь сейчас обратно типа все запускать потому что не обратно а вообще все начиная запускать видео запускается запускать но в свое время когда вот я начал заниматься вот такими вот вещами новыми интернет не повлиял просто никак просто никак и финальный танцор уникальный когда он дополни фраза спокойный я благодарю тебя за интересный разговор всем спасибо мы кушать смотреть внимательно картошка стынет а